Что ж, всем привет! С вами Денчик и это игра Сурвариум. Что-то типа в Сталкера, только в онлайн режиме. Попробуем, зайдём. Сейчас я его скачал. Это бесплатная игрушка. Под видео будет ссылка для скачивания, если кого заинтересует. И посмотрим, что же это такое. Также нужно будет зарегистрироваться. Также это почта и пароль. Всё просто. Заходим. Итак, что ж, начнём. Сразу нам предлагают выбрать имя. Ну, я выбираю своё. Пройдя обучение, вы получите награду 100. Это чё, золото? Золото. А это чё, опыт. Пропустить, либо начать обучение. Ну, нажимаем далее. К сожалению, лес не единственная опасность нового мира. Государство пали, теперь каждый сам за себя. Бла-бла-бла, откройте вкрылатку. Экипировка, что здесь нарядить? Вверху у нас самое главное меню. Моё имя. Это что такое? 500 чего-то. А это премиум? Нет, это не премиум, золото. А это чё, да? Картинки нет, отряд, общий чат, история, нейтрал. Ну, ладно, начнём с экипировки. Можете взять в бой, одновременно только два оружия. Тщательно выбирайте, с чем вы хотите вступить в бой. Перейтяните карабин Мосина. ППШ, винчестер, пустой слот для оружия. А, оружие. Помните, что вы можете внести ограниченное количество патронов. Нажмите кнопку «Взять амуницию», чтобы вручную выбрать, сколько каких патронов вы желаете взять в бой. Показать амуницию. Указываться в коробках. Учтите, что количество патронов в коробке зависит от типа патрона. Ну и чё? Применить? Нет, нифига. Возьмите максимально возможное количество патронов. А, 150. В случае тяжелого вранения, вам не обойтись без маникаментов. Возьмите с собой бинты, они, по-моему, там останутся кровотечение, но останутся заговоры. Перейтяните бинты в слот для спецсредств. Спецсредств. Нажмите кнопку «Играть», чтобы начать свой первый бой. Чтобы получить дополнительную информацию, рекомендую ознакомиться с записками выжившего. Вы сможете посмотреть их после боя. А настройки типа чё-то есть? О, настройки. Игра. Приглашение только для друзей. Ой, очень интересная штука. Так, обращать о повелении друзей. Чё-то оно не ставится. Разрешить раздачу. Что за херень? Включить цензуру. Нет, мы выключаем цензуру. Принимать личное. Чё-то оно короче. Прицел. Отображать индифюкатор. Фиксировать миникарту. Нет. Отображать полчинные очки в бою. Салевый прицел. Снизу скорее. Разрешить сбор статистики. Разрешить раздачу. Ну, по минимуму, ладно. Управление. Да. Ох, ё. Ну, ладно. С этим чуть позже я разберусь. В графике. Чё у нас тут? Это разрешение. Полный экран. Вертикалка. Ну, ладно. Включим вертикалку. О. Анти-алисинг. Это сглаживание. FXA2ATX. Ну, сейчас на максимум. Всё выкрутим. Качество. Ультра. Чё-то на ультра всё на видео. А, пользовать иске всегда можно менять. Ни хера не можно. А, вот можно менять. Ультра. Ультра. С СДО какой-то. С этим мнением. Меняем. Хм. Автоматически всё меняется. Хорошо. Громкость. 100. Голос. Можно общаться. Музыка. Чё-то она, короче, неактивная. Ну, ладно. Ну, вроде всё. Это типа на максимум. Ну, это бета. 0.28 версия. Игры. Что-то тут, короче, ничего неактивное. Начать играть. Игрок против игрока. 1 на 1. Ну, что ж. Настройки мы выставили. Подготовка к бою. Ага. Две команды. Ну, так, ладно. Ваши союзники отмечены символом над головой. Каким нахер символом? Альт. Отобразить имя над союзников. Альт. Враг может быть плохо заметен. Передвигайтесь осторожно. Индикатор ранения. Это прожить текущее состояние тела. Используйте медикаменты. Это может оставить боль и заживить рану. Получить критическое ранение руки или ноги. Это накладывает штраф на точность стрельбы и скорость передвижения. Заебись. Если у вас сломаны обе руки, вы не сможете пользоваться дворочным оружием. Класс. Если же у вас сломаны обе ноги, то вы не сможете перемещаться. 500 рублей. Охеренно. Так это рубли, значит, друг. А это золото. Что за спецсредство? Спецсредство. Чтобы повысить свои шансы на выживание, вы можете брать с собой в бой спецсредства. Относится к гранатам, медикаментам, капканам, минам и прочим устройствам. Спецсредства помещаются в карман. Вы можете увеличить количество карманов, используя экипировку соответствующей характеристикой штаны-мародер. Переодевать перца можно, значит. В один слот вы можете поместить ограниченное количество предметов одного типа. Допустим. Вы можете увеличить вместимость карманов, использовать экипировку соответствующей характеристикой контейнера-мародер. Слотов плюс один, вместимость плюс один. Ясно. Модификация. Модификация. Оружие и броня могут иметь дополнительные модификаторы. Обрезанные перчатки. Значит уровень 1, броня 10, изоляция 10, вес, время прицеливания минус 2%. Модификаторы могут быть встроенными и случайными. Встроенный модификатор привязан к предмету и не могут быть сомнены или убраны. Случайные модификаторы можно добавлять и изменять. Улучшение. Максимальное количество случайных модификаторов 3. Добавлять случайный модификатор. Для улучшения предмета необходимо иметь второй. Точно такой же предмет. Вероятность успеха зависит от количества модификаторов на обоих предметах. В случае успешного улучшения вам будет предложено выбрать один из трех случайных модификаторов. Урон, дистанция, дисперсия, точность наверное, или разброс, и вес. Модификация позволяет изменять лидер бои. Случайный модификатор. Каждое изменение модификатора увеличивает стоимость процедуры. В окне изменения модификаторов необходимо выбрать модификатор на замену и подтвердить ваши действия. На замену старому вам будет предложено 3 новых случайных модификатора, из которых вы можете выбрать только один. Ну, еще 500 рублей. Ознакомьтесь с видеообучением. Открытое в окне браузера. Ммм, не кайф. Так, у нас 2 тысячи рублей. И экипировку нельзя нажать пока что. Лучше что-нибудь только играть. Ну, играть так играть. Поиск... Торичем, ищем, ищем, ищем. Ух! О! Нашел! Неужели? Таракановский форт. Захватите контроль. Доставьте. Победит команда. Больше батареи для защитного устройства. Ебать, что за хуйня. Один. Ну, выбрал я один. Ожидание матча. Ага. Ну, вроде на максимум 60 впс даёт. Да, ёптоп. Так, что это такое? Симпсон! Так, ну, прицелы есть. Сенс, сенс, нормально. Побежали в бой, херцем. Так, карта, да я ничёю п*****. Ебать. Это у меня, что ли? Куда нахер, я дурак, что ли? Короче, они неадекватные, понял? Ебать, что-то за вода такое движено. Короче, это что-то... А, это аномалия, я понял. Я кого-то убил, не хуйня. Присесть. Батарея заряжена, принесите её на базу. О, пистолет есть. Да ебись! С пистолета убил автоматическое возрождение. Хорошо. Ну, в общем... Ну, ладно, 13 минут, хер с ним. Чё тут есть? Очки, убийство, один смерть. Отдача, конечно, жёсткая. Отдача очень жёсткая. Контролирует её очень жёстко. Чё за хрень? Так, тут ничего не... Ой-ой-ой! По одному патрону надо, наверное. На хер один. Тут, чё-то я не могу понять, чё тут делать. Какие-то батареи надо найти. О, чё это за намага? Или это и есть батарея? Я умер. Подошёл к кому-то. Так, чё у нас есть? Опции, да? Крафика. Ну, вертикалку, наверное, уберу. Чё, она мне чуть мешает. Зваживание FX-а просто. О, чё-то получил. А чё за хрень? Чё там нравится? Ага, вот это, наверное. О, разумите, я, блин, 10 фп это всё просто. Практически. Да умереть должен уже. Так, как нам аптечкой пользоваться-то? Эй, тройка. Ага, тройка просто на аптечку. Кошмар, конечно, она летает. Но я буду убивать всех. Ох, сенс большой. Ох, сенс большой. Чьё, Россия. Чьё, Россия. Да я ж убил. О, вот сука. Так, это свой. Блин, обзор такой маленький. Ага, один. Пошёл нахер. И как её поднять? Я буду зашить. Да ладно. У вас убил Сидрич. Так. Секундочку. Сейчас ничего не меняется в освещении. О, тени. Юпты. Что нужно, чтобы было нормально? Это убрать тени. Пока бы без них. Нормальный такой футболер. Сейчас даже вертикалку поставлю. Так, один наш батарею несет. Я понял. Давай, братиш, пойдём вместе. Пойдём, пойдём, пойдём. Не хватит отдача, конечно. У этих. Да, чё это было? Нафиг, протекалка. Ух ты, как пистолет стреляет. Короче, нужно знать карту. Умри. Что тут забирать-то надо? Ну, Е нажимаешь и ничего, короче это уже спиздель. Нахера, если честно, не видно. Ой, попал. Кьюни работает. Убил. Ой-ой-ой. Гады. 1-3, что это значит 1-3 сверху? Ну, я хоть еще нормально иду. Так, надо сэнс, еще прибрать. 1-2. О, кого-то дай башь от меня. Непонятная аномалия, они убирают. Если к нему подойти, ты сдохнешь сразу. Надо обходить. Кому помогать, непонятно. Помощь в убийстве. Все мы их убивали. Так, это аномалия. Понятно, меня ждали. Самое непонятное, кто ищет Багарею и у тебя не на карте. Да, ёпт, ты пока смотришь на карту, тебя убивают. О, сэнс. Интересно, 1. А что тут еще есть? Чит. Ха-ха, нет такого. Ладно. По-любому должен быть. Эх, тоже нет. Это был... Прикольно. О, бля. Ну, херня, какая-то. Может, за такой уровень, ну, или режим игры, непонятно. О, бля. Да умри, бля. Что за снайпером мстителя я что-то получил? Виздите, аномалии какие-то. Ебать, он прыгает. Блядь, и где я? Сейчас зайдем к ним в спину. А нож есть тут? Ножа нет. Тут только пистолет и автомат. Так, ну, вот он обозначен. А, зарядить его здесь надо. Ё-моё. Так, постреляли, хватит. Бежит, сука. Ну! Ну! 03 что такое 03 они запиздят батареи красавцы давай я прикрою что за нахуй кедр кожаный каштан рядового выйти в лобби что это о ботиночки ну вот это уберем оружие новое что можно каждую так выбирать а 100 долларов нахер нахер одна карта с крона выйти в лобби у вас есть несколько способов получить новых предметов оружие экипировки покажу обой вас есть шанс найти предмет на поле битвы также вы можете получить улучшать отношения с группировками чтобы получить доступ к уникальным товарам окно группировки нейтрал группировки являются основными поставщиками экипировки и амуниции выполняя задание группировки вы получаете свою репутацию взамен вам дают доступ к лучшим товарам одновременно можно сотрудничать только с одной группировкой и что мне тут ни о чем не расскажут что ли бродяги ладно и киров экипировка бродях рассчитана для сна для сражения на средних и дальних дистанций а также для выживания в аномальных местах ветеря ветераны бродях могут вооружиться снайперской винтовкой мне интересно скажем чёрный рынок кожаная одежда чёрного рынка слабо приспособлена для выживания в аномальных местах но отлично зачитать бойца непонятно чего оружие назначено для использования на ближней дистанции элитные бойцы могут вооружиться а кассов 74 херня возрождение бойцы армии возрождения получают доступ к широчайшему набору экипировки вооружения они могут вести бой на любой дистанции даже в загрязённых районах лучшие бойцы получают доступ к сверхтяжелым бронежилетом и ручным пулемётом ну это самое лучшее и что это край обладает лучшей защитой от аномалий отлично приспособлены для поиска использования артефактов оружие больше подходит для засад чем для открытого боя ну я думаю армия возрождения все таки широчайший набор экипировки вооружения не могут вести до любой дистанции так что добрый день 100 баксов получено новое задание завершивая часть будет приспособлен от армии возрождения 6 новых предметов магазине каких а вот таких ппш зеленая резина у меня ппш был зеленая резина куртка но это все мои которые я взял от этих армии возрождения в магазин армия возрождения хорошо умение ух ё так стрелковая подготовка физическая навыки уживание доступны и технические навыки тоже недоступны знания мира тоже стрелковая подготовка быстрая реакция скорость прицеливания плюс 2 процента текущее значение 0 боевая стойка скорость прижима прижима так херня тут пока закрыта ладно баллов на потребление энергии минус 2 выносливости и дыхание скорость основной энергии плюс 2 процента ну пока самое лучшее это вот это я уже использовал быстрая реакция до быстрее прицелишься быстрее убьешь подтвердить все у меня больше нету доступных навыков так ладно экипировка вот мы можем сюда поставить не можем привязочный почему один автопочинка автопополнение автопочинка ладно профиль 1 профиль 2 профиль 1 так что то нас все экипировка ботинки что не дают броня изоляция вес улучшено 2 из 3 броня и надежность хорошо оружие винчестер карабин ппш что-то он долгий так урон больше бронебой больше время прицеливания чуть чуть больше дисперсия меньше магазин 6 дистанция 100 скорострельность так ооо мосин бронебойность дисперсия размер магазина 5 патронов значит дистанция сотка урон больше бронебойность меньше время прицеливания меньше дисперсия меньше то есть разбросная дисперсия все-таки размер магазина 30 дистанция 40 такая же скорость меньше вес полегче надежность плюс 15 улучшено а я не могу сюда перетащить зачем я два ппш почему я не могу взять почему кто только атакует так блин а если взять мосина пострелять и улучшить нажмем сюда улучшение мне нужно два одинаковых мосина чтобы улучшить не пойму так ладно спецсредств улучшение улучшение надо находить все у меня пять почему здесь склад четыре ну и чё почему я один думал затащить ладно зайдем в магаз что у нас так в магазине что у нас тут хера себе так ладно по очереди премиум предметы протеин энергетик ууууу куртка выжившего опыты оууу донат пошел флаг россии оууу флагов герба калаши полторы тысячи самая дорогая ну понятно винторез три тысячи серебро время прицель надежность девятый класс девятый наверное уровень моего а ну чё тут экипировки а ну это дорогая хрень оружие также спецсредства артефакт мастер а для изучения атака атака минус 25 процентов время поиска рация рация а зачем рация лечение 0 время действия 0 время возрождения 20 быстрее возрождаться только и сам сух по улучшение ремонт с помощью ремонта можем починить любую критическую неисправность копировки смена имени персонажа ну вот донат 250 долларов фото 250 золота больше предмета вот она карта чтобы открыть третий предмет бесплатно о ускоритель опыта 24 часа 20 золота серебра 50 процентов репутация на 24 часа так что такое бриз а облик облик флаги красная звезда так это герб герб это улучшение бродяги нет бродяги черный рынок армия возрождения а все подряд армия возрождения это мое ничего можно его еще купить ну если он стоит 0 конечно его куплю купить и можно будет его улучшить околаш четвертый уровень ладно куртка рядового так для патронов штаны рядового 1500 и ботинки рядового и 250 вот мой уровень так считаю уровень 1 374 очка из 530 угу угу так что тут экипировка ага значит первый уровень только мне доступен что ж там в конце 10 уровень 80 тысяч серебра штаны зубр броня 90 ооо полковник полковник сапоги перчатки ясно ну нам по любому покупать да 500 а ботинки тут нельзя показать а ботинки есть у меня используется уровень 1 броня 12 изоляция 25 вес 0.4 еще улучшена так я пока ботинки брать не буду оружие винторез 9 уровень но мне денег не хватает 3000 золота что то тут цена золота а нет не все пистолет тут ооо чечен печенек так ладно спецсредства эфрейтер армейская аптечка навлечение 70 время действия 10 вес 0.4 ладно улучшение зеленая резина 1 цент купим ладно солдаты армии 10000 прапорщик каретки предметы я пока не мог купить платформник тоже не мог купить дымовая граната в общем магазине что мы купили купили всё что нужно ботинки использую в общем магазине что мы купили купили все что нужно ботинки использую так теперь я могу куртку купить бронежилет так и штаны вот мой вес 8.5 и 40 килограмм теперь у меня есть два ппш 97 процентов 1 сломан а на улучшение предмет донор вот вот подгуток вы можете начать улучшение вероятность успеха плюс 1 серебро 50 процентов 2 золота ну давай улучшим фига 400 не удалось наебалово в общем так что такое зеленая резина куда он что закупить продать почему ему почему ему 5 штук сюда положить значит я одну могу носить странно ладно разобрались здесь клановый бой защитный союз командный бой ага можно выбрать рейтинговый бой соревновательный режим противостояния игроков сформирована команда по личному рейтингу скорее всего это матч-мейтинг из CSGO клановый бой не существует в клане я понял качать кланы здесь игрок противника по уровню снаряжения формально команды по личному рейтингу тут можно выбрать защитное устройство батарея нахи дополнить уничтожение противника и захватом ключевых позиций ну захват флага так я тут приоделся напомним на 4 3 пластины отряд можно написать отряд добавить кого-то общий чат ух ты про пинги пишут ладно так задание время на выполнение 13 12 16 непонятно не падает 13 чтобы минимальный уровень снаряжения 0 превосходство хоро хорошие солдаты это не фактически голове выиграть бой имея соотношение убийств и смятений менее двух а награды понял за родину шаг за шагом бой за боем победа за победой вот ваш путь возрождение былой мощи нам никуда никуда дальше отступать победа нужна любой ценой выиграть боев 1 3 5 понял лидерство наша армия воспитывает не просто солдата поистине крепких храбрых бойцов а именно среди этих бойцов находятся те кто совсем скоро возглавят и поведут ее дальше можно быть может быть ты и есть один из них получить медали за день 50 медалей 50 золота новые задания блять как поинт бланк в общем обзадание так же это все то же самое да это все одинаково ааа лиги нет квалификации до конца сезона 26 дней ага тут рейтинги легенда то пушка какая то ладно мастерская я пока не могу зайти клан ну можно создать клан умения я уже выбрал так что тут армия возрождения опа экипировка вооружения группировки солдат это то что вот у меня сейчас я могу одеть ефритер может уже получше одеться сержанта сержанта и так далее старшина прапорщик лейтенант капитан майор подполковник полковник ну ну хоть и это нормально сделали звание оставили что ж всем спасибо за просмотр это было мини-видео обучение по игре сурвариум с вами был Дэнчик подписываться на канал и ждем новых видео всем пока пока